Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Чем обусловлено залипание на малознакомом человеке, когда кажется, что между вами есть какая-то особенная связь? Потом включается рациональное, что он мне по большому счету не нужен. И когда я, например, была увлечена другим, то об этом попросту забывала. Это чувство качует от одного к другому, как проекция, то есть это чувство не имеет под собой оснований. Занимаясь психологом, мы очень разбираем другие аспекты, но этот вопрос остался открытый. Два года назад меня избил молодой человек, с которым я собираюсь строить будущее, предавающего к другой. Поэтому тема доверия, обславленности и болезненно. Так и с этим парнем. Смотрю, что за девушка у него там, мониторы страницы, смотрю, на кого меня променяли. Клубы это все, а еще хочу разоблачать лицемерие, давать по заслугам именно мужчинам. Сумбурно написано, надеюсь, вы вычлените главное. Я хочу стать свободнее, помогите. Ну что же, давайте мы с вами рассмотрим то, что вы написали. Значит, залипание на нас знакомым человеке, чем обусловлено пищевые. Это обусловлено импринтом, механизмом запечатлений. Мы видим человека, он у нас вызывает определенные чувства. Как правило, это что-то такое, что связано с нами, но мы именно свои чувства не выражаем прямо, а мы их как бы опосредуем через другого человека. Вот, например, вы пишете, что вам кажется, что между вами есть какая-то особенная связь. Особенная связь – это история про значимость. То есть вам хочется почувствовать себя значимым, вам хочется почувствовать себя важным, и можете это сделать только через другого человека. Вот тот человек, глядя на Копёрова, вы думаете, что можете почувствовать себя более значимым и вызывает такое залипание. Ну, а человек этот по своим характеристикам, ну, вот, по вашему мнению, может дать вам то, что нужно. Дальше. Включается рациональное, что мне по большому счету не нужно. Но это выглядит как обесценивание. То есть чувство появилось, чувство возникло, и вы это обесцениваете. Ну, потому что, вот, может быть, именно в своих чувствах вы видите некую опасность, да, некую угрозу и так далее, потому что не очень понимаете, а что это за чувство. То есть что такое залипание? Что это? Это симпатия, это влечение, это зависть, это конкуренция, да? Что это? Особенная связь. Это что такое? Ну, вот, буквально, что это? Далее. Когда я была увлечена другим, то об этом попросту забывала. Ну, вообще, выглядит как то, что вы пытаетесь в ком-то, в ком-то раствориться. То есть, как будто бы, вот, наедине с собой вам не очень хорошо. Наедине с собой, вероятно, вы, как раз, вот, сталкиваетесь с чем-то, да, что вам неприятно, тяжело, болезненно, вот. Вы это не прожили. Это чувство качивает от одного к другому. Ну, на самом деле, это ваше чувство, это ваши потребности. Потребности просто, как я и говорил, они опосредованы через других людей. Вот. Опосредованность через других людей возникает вследствие того, что вы понижаете свою значимость, увеличиваете значимость другого человека, потом в этом человеке разочаровываетесь и появляется желание его наказать. Отсюда, кратко, история про желание разоблачивать лицемерие и история про то, что, вот, как вы пишете, давать по заслугам именно мужчинам. То есть, ты меня разочаровал, ну, теперь получи. Дальше. Как проекция? То есть, это чувство не имеет под собой основания. Ну, напротив, проекция имеет под собой основания. Проекция – это чувство, переданное другому человеку. Вот. Но это наше чувство. Вот. Идея в том, чтобы не передавать его другому человеку, чтобы она оставалась с нами, чтобы мы выражали его самостоятельно, не приписывая его кому-то. То есть, если я этого человека считаю особенным, это значит, что я с ним могу почувствовать себя особенным. Особенной. Если я могу с ним почувствовать себя особенным, значит, я, в принципе, особенный. Но ставлю условия, что могу быть особенной только с кем-то. Вот так. Дальше. Занимаясь психологом, мы очень сильно разбираем другие аспекты, но этот вопрос остался открыт. А почему вы с психологом-то это не разобрали? Ну, то есть, очень важный вопрос, может быть, перекликается с тем, что вы разбираетесь с специалистом. Два года назад меня избил молодой человек, пишите вы, с которым я собирался строить будущее, предал еще другой. Ну, вообще говоря, это, конечно, травма. И вообще говоря, в этой ситуации остается много агрессии, много обиды, злости, разочарования, обесценивания и, как следствие, некоторой такой злости, вот. Злость-то это нормально, то есть, нормально злиться на человека, нормально хотеть причинить ему боль и так далее, вот. Но гораздо более важно то, каким образом это произошло. Потому что, на мой взгляд, подобные вещи просто так не происходят. Никто не говорит о том, что вы виноваты, но, как бы, я не думал, что бывают дым без огня и то, что вы оказались в такой ситуации жертвой, ну вот, нужно разбирать. В частности, например, то, что вы собирались строить с человеком будущее. Вам не надо строить с человеком будущее. Вам нужно строить свое будущее, вне зависимости от того, с кем вы будете. Почему нужен человек, чтобы с ним строить будущее. Я могу развить эту мысль и сказать, что на некоторых людей чувствование того, что с ними хотят строить будущее, может оказывать эффект, ну такой, давящий. То есть, на меня давит то, что ты хочешь со мной строить будущее. Я пытаюсь тебе соответствовать. Во мне копятся недовольство, злость, обида, агрессия. И это может выливаться в краски вот то, что вы описали. Молодого человека это ни в коем случае не оправдывает, но, тем не менее. Тема доверия, оставленность и болезнь. Ну, смотрите. Тема доверия. Тема доверия это не про то, чтобы полагаться на другого человека. Потому, что здесь тема доверия выглядит как слияние. То есть, ну, как ты такой же как я. Вот. Ты должен действовать, поступать так как хочу я. Вот. Ты должен действовать, поступать так как я тебя жду. Вот. Вот. Если ты этого не делаешь, то все у меня разочарование, у меня страх, у меня тревожность, у меня обида и прочее. Это не про доверие, это про слияние. Доверие это когда вы отдаетесь как бы своим чувствам к человеку. Вот. Не обесценивайте их, свои чувства, а свободно их выражаете, свободно их проявляете и так далее. Вот это, на мой взгляд, больше похоже на доверие, чем то, что вы описываете. Вот. 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 Поэтому давайте вот не будем, давайте, ну, по крайней мере, постараемся, да, не путать доверие с тем, что вот в психологии называется слияние. Что касается оставленности, то оставленность и оставленность или брошенность, это история про предварительное, априорное, если хотите, обесценивание себя. То есть, если меня просто оставили, я останусь одна, никому не нужна и так далее. Вот. Это обесценивание себя. То есть, получается, что вы себя обесцениваете каким-то образом. Вот. Вот. Как вы себя обесцениваете, что вы делаете для того, чтобы себя обесценивать какими словами, мыслями вы это делаете? Это вопрос. И, на мой взгляд, конечно, это нужно выяснить. Вот. На мой взгляд, конечно, это нужно обязательно прояснить. Вот. На мой взгляд, это нужно обязательно вам заметить. Вот. Для того, чтобы отслеживать этот момент. Вот. То есть, я думаю, что как минимум, как минимум, как минимум, как минимум в этом ключе вам нужно двигаться. Вот. Потому что, да, с одной стороны, с одной стороны, конечно, мне больно. И это нормально. Нормально, ну, грустить, когда человек уходит. Да. Да. Нормально переживать, когда человек уходит. Да. Вот. Это абсолютно нормально. Вот. Но обесценивать себя, это уже явно история несколько чрезмерно. Тут, конечно, тут, конечно, можно, на мой взгляд, вспомнить о том, что у вас была болезненная потеря вашего папы. Вот. И вполне возможно, что вы чувствовали или, может быть, до сих пор чувствуете перед ним свою вину. Да. То есть, вот что, значит, ну, что он вот ушел, да, что его там с вами нет и так далее. То есть, это вот очень, очень может быть такой момент. И запрещая себе, к примеру, злиться на своего папу. Вот. То есть, вот, запрещая себе злиться на него. Ну, подавляя, вытесняя, если хотите, если хотите, свою злость на него. Вы, конечно, не делаете себе хорошо. Совершенно и совершенно точно хорошо вы себе не делаете этим. Вот. И это может перекидываться на, как раз таки, других, ну, на других мужчин, да, на других людей. Вот. То есть, когда вы, к примеру, встречаете человека, который вам нравится, да, допустим. Вот. Вот. Который вам, ну, вызывает у вас симпатию, симпатию, допустим. Вот. 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 Когда вы встречаете такого человека, то, то, у вас к нему могут возникать самые разные чувства. Это симпатия сначала, а потом может появляться рост. Вот. Вот. Это, может быть, конечно, может соотноситься с папой. Но, может быть, и не соотносится. Вот. Вот. Может быть, это чисто ваш опыт. Чисто ваш личный опыт, который не имеет отношения к, ну, к вашему, скажем так, папе, да. Вот. Вот. Просто, ну, поскольку вот потрясение-то это сильное, когда близкого человека теряешь, вот. То мы как-то и говорим об этом, о том, что вот может, может влияние оказываться. Вот. Но, тем не менее. Конечно, все бы я не сводил только вот к этой, ну, к этой теме, да, к этому моменту, конечно. Вот. Мне кажется, это не совсем честно и не совсем справедливо по отношению к вам, как минимум. Вот. С этим парнем смотрю, что за девочка у него там, мониторю страницы, смотрю, на кого меня применяли. Ну, я не очень понял, вот, честно говоря, что вы здесь написали, потому что изначально мне показалось, что вы больше говорите-то про, ну, про мало знакомого парня. Вот. 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 То есть изначально мне показалось, что вы говорите, а, про, э, э, человека, который вам вообще не знаком. Вот. Вот. А, э, 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 у. А-а, это будет, естественно, да. Если этот человек именно тот парень, с которым у вас произошло болезненное расставание, да, такое, то я рискну предположить, что остались невыраженные чувства к нему, вот. И вы, значит, вот, ну, таким образом, да, получается, таким образом, вы их пытаетесь выразить, вот, свои чувства. А другого способа у вас как будто бы, ну, нет, то есть, только вот так, вот. Вероятно, вам человек дал почувствовать себя беспомощной, вот, почувствовать себя беспомощной, почувствовать себя уязвимой, вот, почувствовать себя ни на что не влияющей, вот. И вам, ну, теперь очень страшно от этого. Вы боитесь повторения этого, с чем, собственно, и связана проблема доверия, с чем, собственно, и связана то, что вы боитесь доверять, значит, ну, боитесь доверять мужчинам, да, например, вот, и хотите, как бы, ну, наказать их, вот. То есть, чтобы почувствовать себя опять, значит, такой вот сильный, да, и на что-то, ну, на что-то влияющий. Честно говоря, честно говоря, я не думаю, что прямо, ну, прямо-таки уж это, это прямо-таки уж плохо, что вы хотите себя так почувствовать, вот. Да, есть момент, конечно, в том, что, вероятно, эти чувства ваши можно было бы направить немножечко в другое русло, это правда, да, но этому нужно учиться, нужно учиться направлять свои чувства в другое русло, вот. Но в целом, в целом это нормально. Я бы, пофантазировал бы здесь, знаете, на какую тему, я бы здесь пофантазировал на тему того, а вот что будет, да, что будет, что произойдет, что случится, если вас получится воздать мужчинам по заслугам. То есть, что вы, ну, что вы получите от этого, как вы будете себя чувствовать, да, как вы будете себя ощущать и так далее, вот. То есть, это вот было бы, было бы очень неплохо на эту тему подумать, было бы очень неплохо на эту тему фантазировать, потому что, ну, вам этого хочется, вам этого хочется, и если вы себя как-то, ну, сдерживаете, да, если вы себе как-то, ну, не даете себе это, постоянно себя осаждаете, ищите повод для того, чтобы, чтобы, ну, это себе, скажем так, позволить, вот. То, ну, просто, вот, ощущение от того, что вы не свободны, да, такое чувство, что вы не свободны, оно ведь может происходить именно из этого. Именно из того, что вы все, как бы все время, как бы все время требуете от самого себя оправданности, понимаете? То есть, вы как бы говорите, что, ну, не могу, я просто баг, да, на человека злиться, говорите вы, ну, не могу, не имею права просто так на человека злиться, но хочется злиться, вот. И если хочется, то нужно злиться, вот, заодно, заодно, вот, вот, исследуя и смотря, а как я себя чувствую, когда злюсь, вот, на, там, ну, на мужчин, да, и так далее, вот. Вот, это, к слову, о том, как вы можете быть, ну, свободны, вот. Это, к слову, о том, как вы можете стать, ну, свободны. Это, к слову, о том, что вы можете сделать для того, чтобы не чувствовать постоянного давления, вот. То есть, иными словами, перестать ставить себе какие-то условия, вот, перестать ставить себе какие-то рамки, вот, которые вы сейчас себе ставите, вот. Вот, вот, такая вот история. Ну, и последнее. Если вы говорите о том, что хотите стать свободнее, да, то, наверное, наверное, я так думаю, имеет смысл посмотреть, а что же вас, собственно говоря, ограничивают. То есть, что делает вас несвободны, это как раз. Вот. Можете ли вы это выделить, что делает вас несвободны? Конкретно, 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 что конкретно делает вас несвободны? Вот это, на мой взгляд, тоже очень-очень интересно. Потому что вполне возможно, что дело здесь совсем не в том, о чем вы описываете. Ну, вот. И, может быть, даже дело не в том, о чем говорил, допустим, я, да? Вот. Может быть, дело совсем в другом. Но, так или иначе, нужно это поисклинировать. Так или иначе, вам нужно на это посмотреть поближе. Вот. Что касается сумбурности, то ничего страшного. Вот. Куда более важно то, что вы называете это глупым. Вот это вот куда более важный момент. То есть вы, опять же, обесцениваете, обесцениваете свои собственные переживания. Говоря о том, что вот, это глупо, и, значит, это все бред. Это все не бред. Вот. Вы выбираете пока что, по крайней мере, вы выбираете от этого бежать. бежать. Вы выбираете от этого, этого избегать. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это не очень хорошо. Потому что, на мой взгляд, пока вы от этого бежите, от этого бежите. Вот. Вы и будете не свободны. Не свободны. Вот. Но тут уже я могу только уповать на то, что вы примете решение сами. Такое решение, которое вам будет в предыдущем. И сделаете из моего ответа те выводы, те выводы, которые, опять же, вам будут в предыдущем. Этого, этого, в принципе, более чем достаточно. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Если будет желание, обращайтесь за помощью. Всего самого доброго.